Мне вчера пришел чеченец и очень много рассказал интересного, ну, того, чего я не знала, хотя я уже немножко всеми про первую чеченскую, вторую чеченскую. Ну, грубо говоря, представьте, россияне, что чеченская война началась в 1994 году и не заканчивается. Вот мне тоже первая, вторая. Она просто бесконечная. Чеченская война, это вот, она поэтому и война, что никто не хочет петь ваш ебаный гимн, никто не хочет разговаривать по-русски, никто не хочет петь под дудку Кремля, народ, которого вы никогда не покорите. Ну, никогда. Вот как вот Кавказская война длилась там 50-60 лет. Представьте, что вторая Кавказская война. Вот. И этот чечен сказал, что, несмотря на то, что Сергей Карпенко и Владимир Золкин делают потрясающую работу для Украины, а сейчас конкретно заливать видео с лицами кадыровцами и вот с лицами их родственников нельзя. Люди живут под оккупацией, опять же, посмотрите, под оккупацией они уже несколько поколений прошло, они учатся в школах, где им промывают мозги, они... Сомнить Чечню нельзя ни с чем, даже с Беларусью. Потому что в Беларуси в 20-м году люди выходили на митинги, никаких митингов не было в 20-м году в Чечне. Их не было ни в 20-м, ни в 18-м, ни в 14-м, ни в 8-м, ни в 2000-м, ни в 1999-м. Их просто нет. То есть люди могут вести партизанскую войну, но нет никаких митингов. То есть даже с Лукашенко, Кадырова нельзя сравнить. Это, ну, просто вот... Я вообще удивляюсь, что чеченцы остались свободными, гордыми и вильными в этом плане, что они хотят посадить Кадырова на тот же самый Нюрнбергский процесс, ну, если такой будет, да, Гагу. И хотят идти тем же самым путем, каким они хотели идти в 91-м, да. Вот, поэтому, наверное, это очень-очень-очень плохая идея заливать видео с Кадыровцами, с их лицами. Хотя, конечно, они, по идее, что делается правильно, они должны сдаваться. Хочу жить или там как угодно. Пусть Кадыровцы сдаются, и пусть они не идут на обмен. Какой смысл идти на обмен, когда тебя там опустят кадыровцы? Я не знаю, как они опускают, но, наверное, так, чтобы, ну, чтобы держать весь народ в страхе. Поэтому никакого обмена. Пусть сидят. Пусть спокойно сидят, и все. Скоро все закончится, и они вернутся уже в свободную республику Ичкерии. Кадыровцы должны сдаваться и сидеть в плену спокойно. Их родственники будут знать, что они живы. Боже мой, что может быть более счастливого, чем оказаться в плену украинцев? Что может быть более счастливого? Что? Врачи есть питание, есть душевые кабинки. Видели? Вы видели кровати эти? Чуть ли не перина. Чуть ли такая мягенькая постелька. Там все. Я не знаю, как живут кадыровцы дома, да, но я уверена, что пленом будет Артеком. Вот, поэтому просто хотела донести до Сергея Карпенко, если кто-то сможет ему это донести, что это не на руку Украине заливать видео с кадыровцами на ТикТоке. Сейчас это никак не поможет Украине. И обращаться с людьми, которые живут под оккупацией, что им там, как вам не стыдно? Ну, если война не заканчивается уже, вот сколько получается? 30 лет, да? 30 лет война не заканчивается. Как понять, что стыдно? 30-летняя война не заканчивается. Не то, что она не заканчивается, а пытки идут. Ну, наверное, все, что я показываю про российские тюрьмы, там, палки, провода, там, не знаю, отрезание голов, все, что угодно. Это все происходит в Чечне. Поэтому в данном случае Чечня на стороне, даже не Чечня, я извиняюсь, это не то слово, которое... Это придумали русские, вот, это как русня, да, Чечня, вот. Вот, Чеченская народная республика, жители ее Нокчи, они называют себя Нокчи, вот. Ну, в принципе, мы ничего не знаем про этих людей, и слава богу, сейчас вот, благодаря тому, что начинается скрываться правда про то, что как русские оскорбляли и все переделывали, теперь мы будем знать больше об этом народе, вот. Я просто надеюсь, что эти видеоролики, наверное, должны прекратиться, и чтобы не подвергать опасности жизни. Не надо сравнивать родственников Кадыровцев с родственниками, с родственниками, ну, с арчихами. Кадыровские жены не арчихи, понимаете? Никто не приходил в Россию и не вырезал ее в течение 30 лет.